Любезные мои зрители, доброе утро! Я всех вас приветствую! И сегодня еще раз мы с вами сделаем попытку вместе со мной поискать что-то интересное в магазинах вторичного потребления. Я вам всегда говорю о том, что это мое хобби, и неожиданно для меня оно меня очень увлекло. Вы знаете, что Ютуб никак не монетизируется от этого, не имея абсолютно никакой ощутимой выгоды, кроме какой-то жизненной энергии и возможности самовыразиться. И в ответ тем, кто даже брезгливо относится к магазинам вторичного потребления, придумывая себе разные истории, что это кто-то носил, чья-то энергия, что это недостойно, что там пахнет и так далее. Вы знаете, если включить другие критерии, например, кстати, какой-то комаришка какой-то, ну извините, пожалуйста, конечно. Другие критерии, если включить, что ты хочешь как-то самовыразиться, ты хочешь носить все натуральное, то, во что ты одет, несет свою другую энергию, ты просто в поисках собственного стиля. Вы понимаете, это же все вот где-то сидит на каких-то штампах. Ну, знаете о том, что некоторые магазины, например, тот же магазин, магазины в Дьюти Фри и магазины испанские очень много, французские, то есть специальные духи, они как приманка, вот нас приманивают на эти запахи. Ну, просто не обращать внимания вот на все это и увлечься. Я вообще всегда рассматриваю одежду как произведение искусства. Кто-то вкладывал это в свой труд, да, почему-то дорогие картины, которые овеяны временем, они ценятся дорого, если в них есть энергия, если в них есть попытка выразить себя. То же самое одежда, если это ручной труд, если человек создавал что-то, это создавалось из кашемира, который вручную, ткань вручную собиралась, и вручную составлялись эти нити, и потом дизайнер придумывал, как это все облечь. Это же не масс-маркет, это индивидуальное, это особенное. И вот, когда у тебя есть насмотренность, когда ты умеешь это увидеть, а я это умею увидеть, я не знаю, откуда мне эта способность, я это вижу всегда, это, конечно, очень увлекает, и это помогает тебе самовыразиться. Кстати, вот эта замечательная рубашечка вот с такими рукавчиками итальянская была куплена мной зимой в магазине Second Hand. Естественно, ткань эта натуральная, новая, она, ткань даже скрипела еще. Вот такая незатейливая, если я покажу вниз, но как бы не буду этого делать, то посмотрите, как это красиво, как это замечательно. Поэтому мы с вами идем в магазин Second Hand. Это произойдет на следующий день, поэтому вы видите меня в другой одежде. Но, тем не менее, я вам желаю приятного просмотра. Ну, а если вам нравится, как вы пишете, очень много получаю комплиментов. Спасибо вам большое за эти щедрые слова, щедрую такую оценку моей скромной деятельности, то, конечно, лучше подписаться, потому что, не поверите, 95% людей, которые смотрят меня, делают это без подписки. Это по рекомендации Ютуба. Ютубу большое спасибо. Спасибо тебе, Ютуб, что ты меня видишь, что меня ценишь. Но я не про это. Я про индивидуальность. Я про попытку мудро относиться к тем средствам, к тем возможностям, которые тебе дают, извините, пожалуйста, деньги. Ведь их можно потратить совершенно на другое. На путешествия, на приобретение книг. Но мало ли какие моменты есть, куда потратить можно деньги. А, кстати, эта рубашечка, про которую я вам сказала, я купила всего на всего за 400 рублей. Она такая очень просторная и красивая. Поэтому, друзья, со мной. Сегодня полное обновление. Вернее, оно было вчера. Мы пришли через день. Ну, как вы знаете, с нашими способностями мы обязательно что-нибудь найдем. Мы знаем, что искать. И мы не идем по поверхности, не идем по верхушку. У нас нас мчит вперед. Такие чемоданы. Даже парочка на 490. Ой, тут 4 900. Дороговато. Паянки, бейсболки, сумочки. Вот такая за 350. Она складывается. Кстати, очень удобная. И бабочка летает. Вот такие шоперы 790. Абсолютно новые. Даже парочка. А почему бы и нет. Кстати, я увидела, как эти сумочки собираются. Вот эта сумочка. И вот так она собирается. И очень разные. Очень разные. Картинки. Понравилась вот такая сумка. Написано, что сейл, что распродажи. 20% на все. А это уже сейл. Вот, пожалуйста, абсолютно новая сумка. Анна Шит. Нью-Йорк. 1490. 850 с поветкой. Буксер рулет. Вот такой шопер. 650. А вот и малышка. Довольно приятная сумка. 990. Друзья, это кожа. И абсолютно точно, я вам хочу сказать, натуральный камень. Сумка ручной работы с натуральной замши. И ты всегда будешь, что называется, один. Одинешенек. Дольщик Абана. Думаю, что навряд ли это дольщик Абана. Можно было поизучать, если бы я планировала эту сумку приобретение. Но это абсолютно точно. Натуральная кожа. И натуральный мех. Я еще сниму вам. Очень много вина. Вот такая красивая. Синяя вот такого цвета. С красивой перламутренной пуговичками. Вот такая итальянская. Марка Бола Лен. Ну, вы знаете качество Марка Бола. Вот такой бежачок. Красивого такого ламового цвета. Вот это мы берем с собой примерку. И вот это очень понравилось. Ну, а мы с вами в примерочной. И начинаем примерку. Замечательная, наилегчайшая вот такая курточка. Трансформер. Она двухсторонняя, посмотрите. Мешочек. Я уж было думала, что это Юникло. Хотя Юникло не практикует вот такие перевертыши. Но по стилю было очень похоже. Стеганая. С пуговичками под горлышко. И такая, знаете, с настроением курточка. Вроде как ткань такая однотонная. Не принтованная. Но если внимательно присмотреться к моему любимому синему цвету. Я вот при сильном приближении мы можем увидеть, что здесь такие легкие точечки. Ну, мини горошинки. Их, конечно, мало видно. Но красиво очень структурирует ткань. И придает ей какую-то такую вот особенку свою. Заклепочки, пуговички. Мне немножко мала была, поэтому с собой и не взяла. А вот десекуал, вы знаете, что переводится с испанского не такой, как все. Это действительно было не такое, как все. Мерить я не мерила. Потому что я точно знала, что покупать это не буду. Но вам я показываю, потому что вот действительно это вещь с настроением. Это вещь с историей. И на это можно смотреть. На сочетание красок, фактур. И она брендированная. То есть сохранено, абсолютно точно сохранено. Все эти ткетки сохранены. Не могу пройти я мимо пайеток. И в данном случае это вот такая ковтюленка от модного бренда из Великобритании. Джордж. Названная честь своего основателя. Джордж, замечу, находится в пятерке самых востребованных по России. Это масс-маркет. Но что меня привлекло? Что эти пайетки немножко вытягивали. Удачно расположенные пайетки немножко вытягивали фигуры. Они как лучики шли от воротника и ниже. И я померила. Но, естественно, не взяла. Потому что не сел на меня. Ну, вы знаете, мое пристрастие ко всем оттенкам синего. И у меня рука тянется сама. В данном случае я вам покажу чуть дальше, что не было аккуратно, даже не очень аккуратно была обрезана этикетка вверху. Но мы-то с вами умеем. Но мы-то с вами шерлоколмцы. Очень легко узнаем. Покажу, как в данном случае. Откуда родом племени. Это замечательная блузочка. Стрит-ван. Немецкая марка торговой одежды. В основном используются качественные материалы и современные тенденции. Тут и лекалы замечательно делают посадку идеальной. Посмотрите, видите, аккуратно или не очень аккуратно все обрезано. Мне очень идет такой цвет. Я бы сказала, что персидский синий. Но я все-таки определила Т-бренд. Определила по пуговицей. По пуговицей, которую я увеличила. Ну, сидела на мне хорошо. И цвет мне, согласитесь, идет. Но, тем не менее, я уже выбираю только то, что мне нужно в обязательном порядке. Ну, подобные кофточки у меня есть. И она не, как сказать, не украсила мой гардероб какими-то такими шедевринками. Поэтому красиво, добротно, качественно, по цене привлекательной. Цены, кстати, я вам все показываю. И еще вы, наверное, помните вот эту замечательную льняную блузку. Кстати, лен 100%. И красиво были вставки из кружева сделаны. Опять же, воротничок льняной. И цвет такой, вы знаете, разбеленный капучино. Это не совсем мой цвет, но иногда эти оттенки мне тоже по нраву. Но не в данном случае. Такой бризок к природному цвет. Не потому, что это плохой цвет, а просто я знаю свой цветотип. Но работа была замечательная, аккуратная. Кстати, она была абсолютно новая. И итальянская. Только и написано было сделано в Италии. Ну, вы видите. Видимо, какая-то небольшая итальянская мануфактура. Вот такие замечательные вещи. 1250. Повторяю, новый завоз. Вот такие прекрасные вещи можно встретить в магазине. Ай да чудо, хорошие пуговицы перламутровые. Но вот все эти детали, они, конечно, служат украшением. Блузочка Levi's, она обычная такая, очень качественная. Это культовый американский бренд. Первопроходит с джинсовой одеждой. Производитель с мировым именем и престижным статусом. Я рассматриваю изнутри. 990 рублей. На новом завозе все бренды сохранены. Качество было отменное, новое. Ну вот, не очень я привержена спортивному стилю. И хоть заявлен был размер L, это мой размер, но мне немножечко хотелось побольше, чтобы было ветра в ней, в этой блузочке, в футболочке. Поэтому я не взяла. Это спортивный тип, он не предполагает вот такую свободу. Ну а далее, посмотрите, пожалуйста, вот такая летняя футболочка с вырезанными сегментами на плечах. Ну я давно смотрю, как красиво на женщинах смотрятся подобные вещи. Это Esprit английский, вернее, простите, американская компания. Кстати, Esprit означает дух, остроумие, живость ума. И коллекция Esprit действительно чаще всего в спокойных цветовых гаммах выпускается. Идеально подходит для работы и отдыха. И в противовес такой кофточке, это джинсовая курточка Жан Паскаль, немецкая торговая марка. Кстати, стопроцентный катон. Померила я, мне понравились акцентные детали. Если сделать спокойно нижнюю часть, и думаю, что есть ситуация, когда это можно надеть на себя, эту куртку. Ну сейчас мне многие пишут, что посмотрите на себя в зеркало, сколько вам лет и так далее. Это для молодежи. Ну я так не считаю, я так не думаю. И если соблюдать чувство меры и уравновесить другими моментами, то архитектура выстроится идеально. Тем более, что у меня часто бывают встречи, куда уместно будет надеть подобную вещь. Подкупила меня, что это был стопроцентный хлопок, что сделано было очень красиво. Я выворачивала наизнанку, смотрела на шовчики, на детальчики, на заклепочки, на пуговички. И, конечно, это довольно красиво. Я не рассматривала к покупке, но я знаю точно, что подобная джинсовая курточка ни в коем разе не залежится в данном магазине. Я была не в первый день, это был второй или третий день. Но всегда можно что-то интересное найти. Мне вообще не очень важно, в какой день я хожу, потому что я умею, я нахожу, я вижу и я иду нехоженной тропой. Когда-нибудь вам об этом расскажу, как мне удается находить такие оригинальные, натуральные вещи. И где-то, может быть, даже по-своему и необычные. Посмотрите, пожалуйста, на эти брюки. Я, конечно, их не рассматривала к покупке. Это River Island, популярная британская марка одежды. И стоит 1490 рублей. Все этикетки, обратите внимание, сохранены. И можно пересчитать, сколько в самом деле это стоило вещь, потому что сохранена даже сумма. То есть, цена указана. Посмотрите, как это красиво. Хочется рассматривать. Я только представляю, как это будет выглядеть на юной прелестнице. И, конечно, это вещь индивидуальная, это вещь особенная. Вот я прикладываю себе, хоть размер-то был и мой, но мерить я не стала, потому что, ну, действительно, я понимаю, что я это, свой гардероб, не возьму из этого магазина. Смотрите, оторваться от этой вещи просто невозможно. Я всегда рассматриваю изделие как произведение искусства. Я думаю, какой труд был вложен. Вот я вам показываю стоимость. Моменты гранжа, то есть стиль гранж. Джинсики без изъянчиков, новенькие. Ну и, наконец, фукси. Мимо цвета фукси пролететь невозможно. Это мой цвет. Я любила его всегда, даже когда он не был на главном направлении. А тут еще и приятный бонус. Лен. Туничка с боковыми разрезиками. С красивым оформлением апельсиновой строчечкой. Но коротка кольчушка мне не хватило объема. А то бы я непременно забрала эту туничку с собой. Стоимость 1250 рублей. Но, впрочем, цены я вам всегда показываю. Платье из шифона с затейливым цветочным принтом. Стоит 850 рублей. Ну, посмотрите. Я небольшая поклонь цветочных принтов. Но если бы все на меня село, я бы, может быть, взяла с собой. Да, часто такую вещь не наденешь. Но согласитесь, что она мне очень стройнит. И придает настроение. Очень красиво подобраны цвета. Симфония. Созвучие. И такая нежная летящая ткань. Ой, улечу. Так хочется сказать. Хотелось улететь и в этой рубашке. От датского бренда Only. Вы знаете, вот по ощущениям, забегая вперед, скажу, что в составе 65% вискозы. Но ощущение такое, что как будто бы ты что-то к себе такое мягкое, пушистенькое, но как цыпленочка к себе приложила. Так как пеленочка. Очень красивое сочетание цветов. Вот черный с белым, с предполаганием белого. Вы видите, наверное, что подкроены так бачка. Очень красиво. Посмотрите, вот на линии бедер, внимание, обратите. Это красиво структурирует ткань. И при движении создает красивый такой струящийся эффект. Ну, просто была замечательная. Не купила я только потому, что все-таки мне хотелось чуть больше объема именно в верхней части. Если внизу было все нормально, все хорошо, то в верхней части мне немножечко не хватило объема. Только посмотрите, как красиво декорированы эта вещь пуговицами. Да, какое красивое сочетание черного и коричневого на пуговицах. Цена просто замечательная. Нам с таким трамплинчиком в виде такой рубашки, конечно, по пути. Вроде как это и вещь очень простая, но немножечко и затейливая. Ну, вот я вам показываю состав. Я всегда люблю читать все паспорта. Внимательно изучаю, внимательно читаю. Потому что они написаны для нас. И стараюсь выбирать себе только натуральные, натуральные ткани. Ну, кстати, заметила, что иногда и вещи из вискозы бывают довольно комфортные. Видимо, вискозы тоже бывают разного состава. Как, впрочем, и хлопок. Платье леопарды с хищным принтом. Мне львицы по гороскопу этой отшивается. Такая органика. Тут важно не переборщить с цветом, чтобы он не был, ну, немножко таким кислотным или излишним ярким. Компания New Look, известная на весь мир, английская торговая марка, которая выпускает стильную одежду. Возможно, создатель, когда думал о том, какое имя забрендировать, знал, что New Look с английского «Новый облик» – элегантный, женственный, романтичный стиль одежды, предложенный христианом Диором. Который представлял образ идеальной женщины и для стиля New Look характерна конкретность формы модели. Три ведущих силуэты – широкий клешоный, овальный, прямой и тщательный подбор аксессуаров. Ну, а мы идем дальше. Это платье оставила магазина. И впервые мне встречается платье-халатик в клеточку от датского бренда «Кокютюр». Вместо пуговичек заклепочки, что очень удобно. 100% хлопок. Ткань очень плотная. Это не рубашечная ткань. Я люблю клетку, мне нравится клетка. Красивый воротник, который можно вот так вот стоечкой сделать. Кармашек есть. Вы знаете, из минусов я бы сказала, что в какое-то ограниченное время можно летом носить подобную вещь. Или нужно иметь длинное пальто. Но сделано замечательно. Посмотрите, какие строчечки внутри. Как все продумано. Клетка совпадает. Посмотрите. На месте пуговицы. Это было платье из секонда. Ну и надеюсь, что вы довольно быстро купили. Вообще, в магазинах вторичного потребления можно купить, подобрать гардероб из натуральных тканей и хороших компаний, брендов. Как, например, ГЭС. Переводится с английского, кстати. Угадай, догадайся. Это американский бренд одежды. Культовый, модный бренд. Кстати, носила эту одежду и Карло Бруни, и Кладдия Шифер и многие другие. Платье стоило 1750 рублей. Берите, я его не стала, потому что оно было довольно короткое. Но показать вам покажу. Ну, этот оригинальный кардиганчик итальянского производства. Я прихватила с собой клопок 100%. Стоило всего 850 рублей. Есть капюшон. Вот такой, знаете, я его прозвала кардиганчик-пингвинчик. Я долго очень думала, потому что хлопок такой немножко тяжеловатый, натуральный, не тонкий. Немножко вот так вот скроено по косой впереди. И что создает такую интересную геометрию. Но если вы думаете, что спинка это просто обычная классическая спинка, то я вам переверну, и вы увидите, что там тоже есть своя история. Вот я показываю, посмотрите, как это все отшито. Скорее всего, это какая-то небольшая итальянская мануфактура. Новый абсолютно. Ну, вот вы видите, кстати, я посмотрела. Простите, 95 натурального хлопка. И так в Испании называется хлопок. Для вас трудно произносимое название или непонятное название. Но я посмотрела и промониторила. Всегда, конечно, смотрю о подобные вещи. Такие маечки, которые я люблю надевать под рубашки. Или в качестве нижнего слоя. Немножко вот так вот подшиваю лямочки, чтобы поднялось чуть-чуть ближе к горлышку. И люблю носить расстегнутыми блузки, рубашки. Просто я пленилась этим свитерочком мужского красивого... Мужским свитерочком красивого синего цвета. Ну, прямо мой-мой, так редко бывает. Шерсть мериносов. Одновременно и плотная, и тонкая. Прингл ин Скотланд, ин Шотландии. Шотландский бренд трикотажной одежды класса люкс. Тончайшая шерсть, тончайший меринос. Обладает уникальной степенью мягкости, эластичная. И я прочитала, что подобная шерсть в три раза мягче натурального, шелкой в пять раз эластичный хлопка. И, может быть, вам будет интересно изготовление пряжи шерсти с мериносов. Состерегают только с области холки. Ну, смотрите, какая удивительная форма. Вот просто на меня села. Немаленький и небольшой. И хорошо под мышками. И есть объем. И хорошо, красиво структурируется воротник. И не висит, и не торчит. Мягко облегает горло. Ну, просто чудо чудесно. Я просто ликовала и радовалась, что уйду. Наконец-то я купила себе хороший свитер. Вот такое премиум качество. Но не тут-то было. Я всегда все внимательно просматриваю. И увидела на воротнике небольшую дырочку. Это была техническая такая. И она была сзади. Ну, я посчитала ненужным зашивать, пришивать. В таких магазинах я бываю часто. И я вещи хорошо вижу. И поэтому я вполне могу себе приобрести. Все идеального качества. Кстати, вот этот бренд Brink Scotland – это ключевой поставщик Камшемира для больших домов моды в мире, включая Шанель и Сен-Лоран. И еще одна удивительная вещь – это вот такая тоже, тоже синий цвет, мужской такой, верхняя одежда, Pull&Bear, который переводится с английского «на тени и носи», испанский бренд повседневной одежды. И было очень красивое и очень мягкое. Брючки Anthology Paris, песочный цвет, лен с хлопком, 590 рублей. Был замечательный. Они сели на меня неплохо, но все купить невозможно, как вы понимаете. Честно говоря, я когда посмотрела на себя после съемок, я подумала, что брать надо было однозначно. И вот я возвращаюсь к сумочкам, с которых я начинала. Вот эта сумка, насколько я поняла, я взяла две сумки с собой в примерку. Это сумка, на которой бережно сделаны ручки на проволоке из натурального камня и замшевый низ. Она была всем хороша, но как-то очень странно. Был пошит низ, и где-то, может быть, не точная строчка была, или надо было что-то делать, как-то отпаривать, как-то ухаживать. Ну и цвет, чересчур такой кирпичный оттенок, он трудно будет интегрироваться в моем гардеробе. Но я смотрела, я рассматривала и не могла на удивляться вообще, какие удивительные вещи. В данном случае она дизайнерская, натуральная замша могла быть. Ну а теперь дольче кабана. Скажу сразу, что это оказалось натуральная, родная вещь. Я подходила, меня знают в магазине, естественно, я подошла и спросила. Да, мы даже заказывали экспертизу, сумка оказалась родной, натуральной. Ну, я вам покажу внутри голограммы. Это была мягчайшая натуральная кожа и натуральный мех, крашен натуральный мех. Смотрите, я рассматривала каждую деталь, стоила 2,5 тысячи. Я долго думала, я понимала, что я довольно нечасто это могу использовать в своем, интегрировать в свой гардероб, потому что для таких вещей нужно спокойное платье, например, черного цвета и все остальное. Но все-таки я не взяла, я часто думаю об этом, надо было брать, не надо было брать. Ну, стиль Дольча Кабана, конечно, подвергается где-то и критике, роскошь или полная бескусица. Кто-то восхищается и в стиле называет одежду бесподобную шедеврами, кто-то чересчур вызывающими. И оставилась в магазине. Кстати, напишите мне, пожалуйста, вы оставили бы эту сумку в магазине? Подчеркиваю, стоимость была 2,5 тысячи. Ну, я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Приезжайте в наш город Раменское погулять, побродить или виртуально прогулку совершите, где бы вы ни находились. Я вам желаю добра, мира и тюрьма, на Роустре. Субтитры создавал DimaTorzok